Сегодня строители 4-го моста через Обь завершили один из основных этапов на движку металлических балок в русле реки. Многотонная конструкция легла на опоры в проектное положение. Впереди монтаж главной конструкции огромного пролета на правом берегу. Сергей Толмачев о том, как идет грандиозная стройка. Эту красную направляющую новосибирцы уже давно прозвали лыжей. Она нужна для того, чтобы и вес пролетов нивелировать, и от ветров защищаться. Уже через неделю лыжа исчезнет из городского пейзажа. Аван-Ды как раз не дает пролетному строению провалиться межопор. Это специальное приспособление, с помощью которого производится надвижка. Сейчас мы его демонтируем, и можно считать, что надвижка в русловой части завершена. На 4 опоры в речном русле водрузили 18 тысяч тонн металла. Стальца последние 2 года стала почти драгоценной, но на сметную стоимость моста это не повлияло. Все оплачено заранее. Завод, изготовитель стальмост был проавансирован еще в прошлом году. То есть металл на сегодняшний день, прокат для изготовления находится в полном объеме на заводе. И удорожание по стоимости никакого не произошло. На большой стройке работа идет круглосуточно. И не только по сооружению самой переправы. Мост – это огромный транспортный объект со многими развязками. Работы ведутся также по сооружению тоннелей, двух тоннелей через Транссибирскую дорожную магистраль. Работы ведутся по устройству съездов, как на левом берегу, так и на правом берегу. И также реконструкция Зыряновского путепровода, где у нас проходят трамвайные сообщения. Ну и также сооружается эстакада на площадь труда, также для прохода трамвая. Уже на этой неделе на несколько метров вырастет огромный пилон. Именно он будет удерживать на весу пролет почти в 400 метров в длину. Как на Буглинском мосту, только там арка, а здесь подвесная конструкция другого типа. До строительства моста на этом месте был парк «Городское начало». Вот он, памятник Александру Третьему. Этот парк восстановят, и машины будут ездить поверх, вот на таком уровне. Для этого и был нужен огромный пилон. Сквозное движение по мосту, рабочее название которого «Центральный», откроют уже до конца нынешнего года. А в следующем, после окончания работ на развязках, объект примет эксплуатацию. Закрывать Октябрьский мост не будут. Его капитальный ремонт проведут с небольшими ограничениями для водителей. Сергей Толмачев, Борис Гладких, Новости ОТС. Продолжение следует... Продолжение следует...